«Вот мы видим тут рыба кверху пуза. На реке Пехорка происходит замор рыбы, причиной которой является сброс очистных сооружений с квартала Акатова». По заявлению активиста из Балашихи Бориса Горюнова, Росприроднадзор оштрафовал подразделение строительной компании «ПИК» ЖКХ «Водоканал». Причина – нарушение экологического и водного законодательства. По словам местных жителей, очистные сооружения компании в течение пяти лет отравляют реку Пехорку. «Превышение в 1,12 аммоний, нефтепродуктов 6,8, СПАП, это я вам говорил, это вся химия, стиральные порошки и так далее, в 20 раз. Превышение есть у нас наших сквозных нитратов, а это я еще раз повторяю, это и детская онкология, и да, у нас от рака умирает очень много людей. Молодые, возраст 40 лет, и это вот происходит уже в течение двух лет». Очистные сооружения были построены компанией «Мортон», которую два года назад поглотили конкуренты из «ПИК». «Мортон ушел, а старые технологии с хлором, с пестицидами так и остались. Жители нашей деревни снабжаются поверхностными водами, водоснабжением колодцев и скважин. Но нельзя пить ту воду, которая идет в непосредственной близости от канализации. Прорывы очистных сооружений были неоднократны». Глава организации, нанятой компанией «ПИК обслуживать очистные сооружения» в районе Акатова, считает обвинения местных жителей несправедливыми. «Буквально в июне была проверка инспектирующими органами. И по всем протоколам превышение ни по одному из показателей, которые у нас указаны в нормативах допустимых сбросов, не обнаружено. Идет полная биологическая очистка, и запаха здесь присутствовать не может». «Обезбреживают сбросы гиплохлоритом натрия. Что такое гиплохлорит? Это 40% хлорки. Запрещено это делать. Мы задыхались от этой хлорки летом». Результаты анализа сточных вод на очистной станции не совпадают с показателями независимой экспертизы Росприроднадзора. Руководство компании «ПИК» обещало прокомментировать ситуацию позже. «По генеральному плану это охраняемый ландшафт исторический, охраняемая зона памятников истории культуры, на которых запрещено всякое строительство. Вот последний штраф был 2,6 миллиона рублей за нанесенный ущерб окружающей среде и водному объекту реки Пихорка». «Смотрите, какой осадок выпал на дно. Вот рыба дохлая лежит, все дно белое, осадок. Что это такое, непонятно». «К нам приезжал сам губернатор Воробьев Андрей Юрьевич. Губернатор пообещал, что водой чистой жители квартала Акатова будут обеспечены. Но мы пока ничего не дождались». «После того, как заработали очные сооружения, рыба уже пятый год на нерест к нам не идет. То есть она чувствует вот это качество сброса и просто не идет». Нина Довльзянова, Дмитрий Кувалдин, Радио Свобода, Москва.